Всем привет! Сегодня у нас будет продолжение темы про Брестскую крепость. Вернее, краткий тезисный обзор ситуации вокруг крепости и не более того. Рассказывать же про оборону самой крепости я не буду, потому что и без меня рассказано много. Другое дело о том, что было вокруг нее. И первый момент, который нужно отметить, это то, что нужно разделять в пространстве ряд объектов. Город Брест, Брестский укрепрайон номер 62 и Брестскую крепость. И в этом смысле сама Брестская крепость большой проблемой для немцев не являлась, что в общем-то и неудивительно, учитывая, что построена она была еще в 19 веке и естественно не была рассчитана на защиту от воздействия бомбардировочной авиации и артиллерии большой мощности. Более того, и само расположение значения крепости было не слишком большим, так как она не блокировала перемещение по близлежащим коммуникациям ни по железной дороге, что шла через Брест, ни через переправы на реке Бук и Муховец. И передвижение по шоссейным дорогам тоже не блокировалось, в том числе по главной магистрали, по Варшавскому шоссе и далее от Бреста до Минска. Все эти коммуникации не проходили через крепость, а располагались вокруг нее. Теоретически защитники крепости могли бы воздействовать на коммуникации и как минимум один такой эпизод был, когда защитники Брестской крепости из 45-ки обстреляли проходящие мимо колонны немецкой техники, но тут же были подавлены и серьезно прервать движение не смогли. Все-таки условия были не те, так как крепость 19 века для такой обороны, которая подразумевает блокировку всех близлежащих коммуникаций, она была непригодна для такой обороны. Для такого требуются совсем другие по своему характеру сооружения, по типу тех, что были в Брестском укрепрайоне. И эти моменты прекрасно осознавались командованием Красной Армии, и потому крепость использовалась не в качестве оборонительного сооружения, в котором можно вести продолжительную оборону. А главная ее функция это быть гарнизоном для двух дивизий 28-го стрелкового корпуса, 6-й и 42-й стрелковых дивизий, плюс быть складом для имущества и еще целого ряда вспомогательных и тыловых частей. Что, собственно, фатальным образом и сказалось 22 июня, когда возникла уникальная ситуация на всем фронте, когда подразделения и части этих дивизий оказались достигнуты врасплох в своем расположении, и по большей части были рассеяны огнем немецкой артиллерии, уничтожены и захвачены в плен. И это второе, что нужно учитывать, рассматривая события в Брестской крепости и произошедшие с дивизиями 28-го корпуса, что ситуация была исключительной и специально повторюсь такой, которой не было на других участках всего советско-германского фронта. Такого, чтобы две дивизии были компактно и скучно размещены в гарнизонах прямо у границы в зоне досягаемости вражеской артиллерии и при этом еще и на изолированном острове, откуда не так-то просто и выбраться, где, собственно, и располагалась крепость. Как правило, дивизии Красной Армии были разбросаны и размещены в гарнизонах по очень большой площади в десятки километров от границы, в диапазоне от 30 и до 100 километров в глубину территории Советского Союза, разумеется, вне зоны досягаемости огня артиллерии. Это если рассматривать первый стратегический эшелон Красной Армии и благодаря чему большинство соединений Красной Армии не столкнулись с тактической внезапностью и не были захвачены врасплох, но в Брестской крепости все было иначе. И здесь третий момент, который нужно учитывать, это время на приведение войск в полную боевую готовность. То, чем в ночь с 21 на 22 июня командование Западного фронта в первую очередь и занималось. И в частности, был приказ от командующего Западным фронтом генерала Павлова о выводе войск из Брестской крепости на свои участки обороны, после чего командующий 4 армии генерал Коробков по телефону и отдал соответствующий приказ в крепость и как минимум в 42 дивизию. Но звонок этот был в районе 3.45 утра, как раз примерно за полчаса за 45 минут перед началом немецкого обстрела крепости. А вывод войск из крепости это процесс небыстрый и плюс к этому следует добавить и то, что с момента подъема по тревоге и занятия оборонительных позиций также требовалось время. И по предвоенным представлениям на это предусматривалось потратить минимум от 3 до 9 часов. И это сочетание расположения гарнизоном в Брестской крепости на самой границе и необходимость потратить минимум 3 часа на занятие позиций и привело к печальным последствиям, когда войска, располагавшиеся в крепости, вовсе не имели каких-либо выгодных условий для обороны. А наоборот, они были изолированы и в практически безнадежной ситуации. И если попытаться ответить на вопрос, почему была допущена такая ситуация, при которой войска были расквартированы у самой границы в опасной близости от противника, то простой ответ будет следующий. Там были хорошие условия для расквартирования войск. В Брестской крепости было около 500 казематов, в которых по стандарту можно было разместить около 12 тысяч человек, а при желании и того больше, что и было сделано. И если кому-то покажется, что эти соображения несерьезны, особенно приводя в качестве аргумента возможные фатальные последствия в случае войны, и тем более, что они и произошли в реальности, такие события, то здесь я как раз скажу, что аргумент о расположении войск в крепости был более чем весомым, учитывая, что в округе с этим были проблемы. И не только 6-ю и 42-ю дивизии 28-го корпуса расположили в Брестской крепости, еще и личный состав 22-й танковой дивизии 14-го корпуса был частично размещен в городе Бресте и также вблизи границы. А то, что это может привести к нехорошим последствиям, так время-то в июне 41-го года было еще мирное, а там в будущем еще неизвестно, будет ли война как таковая. А солдат надо как-то расквартировать здесь и сейчас. И это более насущная проблема, так же, как и где-то нужно разместить и технику. Здесь срабатывают психологические особенности людей, командовавших войсками, особенности, которые почему-то немногие хотят учитывать, рассматривая уже произошедшую катастрофу. Из разряда, о чем же вы думали, видите, к чему привело ваше решение разместить войска у границы. Хотя справедливости ради отмечу, что вопрос о выводе войск из крепости перед войной ставился, но порой может показаться, что лучше бы такой вопрос не ставился, потому что прийти к какому-то определенному решению командование Западного фронта, 4-й армии и 28-го корпуса они так и не смогли. И впоследствии, уже в ходе войны, на судебном процессе всплыли некоторые подробности, на процессе который закончился для подсудимых высшей мерой наказания. И в частности, подсудимый и бывший командующий Западным фронтом генерал Павлов утверждал, что отдал приказ о выводе войск за пределы крепости. Но подсудимый генерал Коробков, командующий 4-й армии, утверждал на это, что никакого приказа он не получал. На что Павлов возражал, что приказ был передан командиру 28-го корпуса Попову. Получается, что в обход командующего 4-й армии, который ни о чем не знал. Что, в общем-то, кстати, позволяет охарактеризовать обстановку и уровень штабной работы как крайне неудовлетворительную, это если говорить вежливо. Но главное здесь это, опять же повторюсь, то, что, несмотря на эти обсуждения, четкого решения по выводу войск из крепости принято не было. Ведь их надо где-то, опять же, расквартировать. А война еще и неизвестно, будет ли война. И это соображение принципиального характера. Все остальное, все, что происходило дальше, это уже так или иначе производное и последствия всего вышеперечисленного. Вкратце расписывая ситуацию, отмечу, что на момент начала войны в крепости находилась лишь часть войск двух дивизий, примерно около 7-8-9 тысяч человек. При этом 10 из 18 расквартированных батальонов были на учениях в полевых лагерях. В самой же крепости были расположены оставшиеся 8 батальонов. Из них это были 5 батальонов 6-й дивизии и 2 батальона 42-й дивизии. Плюс еще был 75-й отдельный разведывательный батальон, 98-й отдельный противотанковый дивизион, 131-й артиллерийский полк, 37-й отдельный батальон связи и 31-й автомобильный батальон. И плюс еще другие толовые, штабные и ремонтные подразделения, части двух дивизий и всего 28-го корпуса. И с одной стороны, конечно, хорошо, что часть войск была выведена из крепости, но с другой стороны, внутри все равно оставалось слишком много частей подразделений. И получилось так, что войска были разделены на две части, те, что внутри крепости и те, что снаружи на учениях. И говорить о каком-то организованном управлении дивизии при таком подходе было невозможно. И, соответственно, о том, чтобы и занять вовремя назначенные участки на фронте. При этом напоминаю, что крепость являлась всего лишь гарнизоном для войск. И поэтому оборонять ее предполагалось силами всего одного батальона из имеющихся 18-ти. Все остальные должны были быть выведены. И именно это сделать как раз и не успели, по озвученным выше причинам. Немецкая артиллерия 12-го корпуса начала обстрел крепости в районе 4.30 утра. И с этого момента все происходящее в крепости, в городе Бресте и в его окрестностях, стало похоже на тот образ внезапного нападения, что обычно показывают в некоторых советских фильмах про войну. Солдаты застигнуты врасплох, техника, автомобили и артиллерия были быстро уничтожены немецкой артиллерией, а командиры в это время пытались лихорадочно вывести войска из крепости. Что, разумеется, было уже практически невозможно, так как все подходы к крепости и сама крепость обстреливалась артиллерией. Ну а после огневого вала в атаку пошли подразделения и части 45-й дивизии, которые надежно обложили крепость и, самое главное, обеспечили защиту коммуникаций вокруг крепости. В частности, были захвачены целыми мосты через реки Бук и Муховец и обеспечено движение по шоссе на Минск. А город Брест был захвачен уже к 7 утра силами немецкого 45-го разведывательного батальона. Из положительных моментов здесь были только те, что далее последовало всем известной обороны Брестской крепости, когда немцам, австрийцам не удалось сходу зачистить крепость, после чего 45-я дивизия на довольно долгое время оказалась приколана к Брестской крепости, и она уже не участвовала в дальнейших боях по окружению войск Западного фронта. И это, наверное, один из главных положительных моментов обороны Брестской крепости для Красной Армии. А главный положительный момент для немцев, соответственно, состоял в том, что был очень быстро захвачен город Брест и обеспечены для быстрого передвижения немецкой техники близлежащие дороги из шоссе до Минска. Другой вопрос, что воспользоваться результатами быстрого захвата шоссе немцы не могли. Как уже рассказывалось в прошлом ролике, 47-й и 24-й моторизованные корпуса уже были ориентированы на наступление слева и справа от Бреста. И внезапно подорваться, развернуться и наступать вдоль шоссе через Брест у них возможности уже не было. Тем более, что и разворачивать надо было не только танки, но еще и тылы. И в результате им оставалось только выйти на шоссе уже в обход Бреста, продираясь через лесисто-болотистую местность через дополнительные водные преграды. После чего они только и могли воспользоваться выгодами наступления вдоль хорошей дороги. В общем, конечно, можно сказать, что куда ни посмотри, 22 июня везде было плохо, но фронт в районе Бреста в этом смысле выделялся особенно сильно. Вплоть до того, что такое можно назвать именно что исключением из общего правила. Ну а дальше все было уже совсем плохо для войск всего Западного фронта. Но об этом как-нибудь в другой раз. В конце концов, я еще не доделал Первую мировую войну, ряд хвостов по другим темам, и поэтому сразу перескакивать на Вторую мировую сейчас не время. В общем, распространяйте ролик везде и всюду, пишите комменты, больше комментов. Подписывайтесь, удостоверьтесь, что колокольчик прожат, и до скорого.